Subaru сворачивает выпуск двух дверок BRZ. Харизматичная модель появилась без малого 9 лет назад. И это, по меркам современного автопрома, непозволительно большой срок. Производство на заводе в японской префектуре Гунма остановится совсем скоро. В целом, историю BRZ можно признать почти провальной. Бездонный американский рынок проглотил всего 40 тысяч заднеприводных машинок. Одновременно на покой отправится родственная Toyota GT86. Она оказалась несколько успешнее своей сестры. Так, в США своих владельцев нашли 76 тысяч Хочироку, что в переводе с японского означает 86. Но горевать любителям купеобразных форматов не стоит. Впереди новое поколение, которое Subaru и Toyota опять разработают совместно. Mercedes неожиданно выпустил народную версию Гелендвагена. Но только для Китая. Ей отрядили двухлитровую турбочетверку, форсированную до немыслимых 300 сил. В большинстве стран фанаты Гелика восприняли бы такой мотор за оскорбление. Вот только наши соседи по ту сторону Амура живут по другим правилам. Там налоги зависят от объема мотора, а не от его мощности. По идее, новичку должны были навесить шильдик G200. Однако, желая искусственно приподнять статус стартовой версии, ей достался индекс G350. О ценах на двухлитровый Гелик пока ничего не сказано. Хотя нам эта информация почти не важна. Полумифический 350-й вряд ли появится за пределами Поднебесной. Ведь для этой модели имидж — всё. Только что на российский рынок вышел модернизированный пикап Toyota Hilux. С технической стороны главной новостью оказался мощный турбодизель отдачей 200 сил. Свежий двигатель сделали из старой версии на 177 сил, внедрив новый турбокомпрессор, повысив давление впрыска, а также изменив камеры сгорания. Следом такой же агрегат достанется родственному внедорожнику Fortuner и, что вполне логично, ранной модели Land Cruiser Prado. Кроме нового движка, японцы вдобавок приладили Prado свежую медиасистему, 9-дюймовый центральный тачскрин и богатый пакет электронных ассистентов. Первым делом внедорожник 2021 модельного года появится на родном японском рынке, а затем уже разойдется по другим странам.